СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Добрый день. Дальше можете говорить лозунги. Сразу же хочу представить нашего гостя, наш постоянный гость, эксперт и наш друг Эльнур Гусейнов, президент благотворительного фонда Азербайджан, член общественной палатки в Кировской области, руководитель рабочей группы по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству при ОПКО, соответственно. Добрый день, Эльнур. Эльнур тот человек, который, можно сказать, координирует жизнь всех абсолютно диаспор, которые находятся на территории области. Ну, как бы, не координирую с сотрудничеством с ним. Ну ладно, не прибедняйся. На самом деле, ему как к руководителю рабочей группы, общественной палаты, и ему приходится заниматься координацией. И, конечно, приходится заниматься планированием, координацией совместных мероприятий. Так что ты не прибедняйся, мы не потому, чтобы ты два арбуза под каждую подмышку, так сказать, взял и возгордился, а потому что, констатируем некоторые факты... Ну, сейчас пропагандируют, что арбузы нельзя кушать, так что я без арбузов сегодня... Ну, кто пропагандирует, что нельзя арбузы... Ну, ради «Эхо Москвы». Ради «Эхо Москвы» про... Да, и сказали, что нельзя кушать. Сидельников тут сидит, что нельзя кушать. Смотрите, это почти межантинациональная пропаганда. Ради «Эхо Москвы» имеет наш эфир пятничный. Да, да, я же слушаю. Да, были у нас специалисты, которые, в частности, начальник управления развития предпринимательства Александр Сидельников сказал, что вот лично он пока еще арбузы не кушает. И не рекомендует. Вот в сентябре. И все подумали, что нельзя кушать арбузы. Ну, Александр Сидельников, человек северный, он может и до октября не есть арбузы, так что... Ну, мы уже едим. Кстати, азербайзанские арбузы можно купить. Здесь нельзя купить, потому что их очень дорого сюда перевезти. Далеко, конечно. Но Сабирабадский арбуз в Азербайджане самый вкусный арбуз. Это район, да? Да, район Сабдебад. Но я думаю, что на самом деле, вот если дороги будут еще больше открыты между двумя странами, то Сабирабадские арбузы тоже доберутся до Киро. Вот Александр очень давно же ездил как раз-таки. Ну, он без Сабирабадских арбузов вернулся. И это вот почему-то... Я просто... Я имею в виду, ездил для того, чтобы контакты какие-то установить, да? Да, да, да. Приглядеться, присмотреться. Ну, арбузы пришлось по дороге съесть, но контакты установили. Это хорошо. Хорошо. Ну, на самом деле, сегодня такую тему-то для наших слушателей приготовили серьезную и важную. Будем сегодня говорить о сфере деятельности, о которой многие, наверное, мало что знают, а многие вообще ничего не знают, просто, ну, как-то небанально звучит, но приходится повторять. Живем мы с вами в очень даже неспокойное время, да, когда может произойти внезапно абсолютно что-то плохое, и это будет сделано руками тех людей, которые уверены, что это надо делать. Вот надо. Исходя из своих целей. Но это, конечно же, трагедия и беда в понимании обычного нормального человека. В общем, мы будем сегодня говорить о противодействии терроризму. И экстремизму. И экстремизму, да, потому что определенная работа, мы знаем, ведется у нас в городе, и задействованы здесь и диаспоры, в том числе. Это все обсуждается, и вместе с ними, и полиция, и всевозможные другие правоохранительные органы тоже. Вот, Ильнур, давай обо всем сегодня подробно. Расскажем, что происходит у нас. Добрый день, уважаемые слушатели. Да ладно, можно уже не здороваться. Без слушателей нам никуда. Про арбузы проговорили. Да. Добрый день, Настя Залеевич. Здравствуйте. Добрый день, Володя. Конечно, вот Володя сказал, что терроризм, экстремизм – это самая больная тема, не только там, в России, это всего мира. И мы как раз в рамках общественной палаты, в рамках своей рабочей группы, которая создана площадкой общественной палаты Кировской области, по межнациональному и межконферническому сотрудничеству, вот мы разрабатываем различные механизмы. И со студентами… Вообще, как давно уже начали обсуждать эти вопросы? Ну, этот вопрос постоянно у нас на контроле. В принципе, вопрос экстремизма, вопрос терроризма, вопрос эмоциональных побуждений. Вот данная рабочая группа, она ведь не только в этом созыве общественной палаты, да? Нет, и она и в предыдущем созыве, да. В принципе, мы очень честно работали также с диаспорами. Руководители диаспор, заинтересованные граждане входят в рабочую группу. И как раз в рамках рабочей группы мы разрабатываем различные механизмы, чтобы работать со студентами, основное направление со студентами. Потому что многие студенты переезжают в нашу область, учитывая наши вузы, в том числе медицинские вузы. Очень много студентов из зарубежа даже, там, из дальних, там, из зарубежа, из ближних. Ну, это связано с тем, что вузом установлены нормативы по приему зарубежных студентов. Да, зарубежных и преимущественно это бывшие союзные республики, да? Там преимущества нет, но, как бы, есть норматив, что у тебя должно учиться столько-то и тогда зарубежных студентов. Мы в рамках нашей передачи, кстати, общались, да, лицейные студенты? Ну, вот, значит, в рамках как раз рабочей группы и в рамках концепции уроков мира вот у нас сейчас разрабатывается как раз концепция уроков мира совместно с Советом ректоров Кировской области, с вузами. Мы очень честно работаем. Также у нас есть член рабочей группы Ирина Юрьевна Тружкова, Каба Катаева Наталья Алексеевна. Мы совместно с ними тоже разрабатываем вот эту данную концепцию, потому что, соответственно, мы, Ирина Юрьевна, я и Тайя Алексеевна. Ну, о ней чуть позже, я думаю, можем поговорить. Ну, у нас концепция уже в сентябре будет практически как этот макет, приблизительный макет уже готов, как буклетик, да, согласованно. Также у нас уже концепция будет готова, мы, конечно, об этом расскажем тоже. И это буклетик тоже сделано, значит. Я поясню нашим слушателям, мы сейчас каждый в руках держим, да, вот буклет, называется «Россия против террора», где собраны вот такие основные моменты, в том числе, что же грозит за эти вещи. Ну, вот этот буклет, скажу, что вот уже согласован буклет, ну, требует доработки. Согласованы статьи, согласованы с правоохранительными органами, с прокуратурой, отделом по борьбе терроризма и экстремизму. Они тоже очень активно участие принимают в нашей рабочей группе, мы неоднократно встречались. Также ассоциация молодых юристов. Молодых юристов? Да, молодых юристов вместе с нами, совместно с нами работает и входит в рабочую группу. В принципе, вот макет уже согласован, статьи согласованы определенные, фотографии согласованы, потому что мы уже два месяца это согласовывали. То претензии со стороны прокуратуры, то претензии со стороны, там, МВД, отдела по борьбе экстремизма и терроризма. Ну, вот мы пришли к такому, что... То есть суть-то в чем? Надо показать то, что, опять-таки, не нарушает свою очередь, да? Да, не нарушает свою очередь, что... Нормы закона и моральные какие-то проблемы. Ну, здесь, да, в том числе и моральные, скажем, побуждения человека, который будет брать этот буклет и читать будет. Мы старались максимально сюда закладывать определенную КРФ, там, Российской Федерации, статьи, там, 205, допустим, террористические акты, там, призывы к экстремизму, да? Статья 282, часть 1. И здесь эта статья уже изложена, а дальше здесь будет доработка, в чем находиться, я об этом тоже расскажу. Дополнительно нас поддерживает правительство в Кировской области, особенно, значит, Министерство внутренней информационной политики тоже принимает участие и принимает разработки, тоже принимали участие. Здесь, вот видите, логотип общественной палаты Кировской области немножко будет изменен. В первую очередь туда будет, как бы, это у нас просто макет приблизительный, тут будет логотип, значит, области, а также будет логотип добавлен, будет, ищем сейчас, кто, может быть, нам поможет, как бы, оказать помощь, распечатке, потому что требуется 10 тысяч экземпляров. Это не только уже в вузах будут распространены, а также договаривались с местным МВД Российской Федерации. Я хотел задать этот вопрос, да, для кого, на кого рассчитано? Ты сказал, на студентов все-таки рассчитано, да, этим? Ну, это основное на студентов рассчитано, с кем мы работаем, с теми студентами, которые мы работаем. Ну, мы еще дополнительно договорились, значит, МВД России по Кировской области, что они тоже будут в районах распространять своих участках, там, скажем, дежурных частей. Ну, будут лежать там на участках? Участковые будут этими, скажем, путеводителям, можно сказать, да, пользоваться, там, рассказывать. Будут ездить там школам, тоже будут рассказывать, собят там раздавать будут. Вот, также в Синер-России переговоры ведем, чтобы заключенными это тоже дать, чтобы они почитали, немножко, значит, были подкованы юридически, знали, что вот эти, если акты какие-то совершаются, что их ждет в будущем. На что-нибудь там натыкаться, на определенные там наказания. У меня вот технический вопрос, вот, логотип правительства, там, что они оказывают помощь, там, а какую вот они, правительство области, вот, конкретную помощь, как бы, оказывают? Ну, скажу таким образом, что они сказали, что информационную помощь нам окажут, в принципе. То есть, еще только окажут. То есть, а какую информационную помощь, то есть, что они будут делать? Ну, информационную и также распространение там по области, значит, по их там участкам, может быть, эти логотипы. И мы так решили на рабочей группе, что будем добавлять. И сейчас еще... А, самое главное, вот, не сказал... То есть, добавить только потому, что добавить, потому что это правительство. А на самом деле у правительства нету, как бы, оно даже ни в разработке, ни в продвижении этого не участвует. Нет, ну, по продвижению-то они будут участвовать. Ну, вы же понимаете, если там кто-то скажет наверху, то... Не-не-не, ребят, не так, давайте не будем. Нет, пока я не слышал, что правительство там хоть каким-то образом боком к этому приближалось. Александр Юрьевич принимает участие. Я имею в виду Александра Березина, зам как раз-таки министра. Он ходит как раз в рабочую группу. Последний раз как раз мы обсуждали, в принципе, где что изменять, дополнение. То есть это повод для того, чтобы включить логотип правительства? Ну, я думаю, что если человек... Ладно, это прямые обязанности Александра Юрьевича, пусть он этим как бы и дальше продолжает заниматься. Участвовать, в принципе, представитель правительства, значит, мы сочли нужным... Ладно, хорошо. Логотип Эхо Москвы тоже, потому что мы обсуждаем на радио Эхо Москвы. Ну, мы не настаиваем, конечно. Ну, почему именно такая форма, почему именно такой формат выбран? Почему не плакаты, не знаю, не афиши какие-то? Ну, вот такой формат, потому что более мобильный. Ролики. Более, скажем так, распространять можно легко. Он там любому человеку отдал, он увидит, там, почитает. Войдет в карман. Да, войдет. То есть формат сам по себе очень интересен, потому что, ну, взял и положил сразу. А если он будет больше или меньше, его все равно будут складывать, думают, как там положить. То есть вариант такой карманный. А также у нас же студенты, студенты, основной расчет, я сказал, еще повторяю, что это как бы было направлено, сделано специально направлено для студентов. У нас же студенты, многие там учатся, времени нет, чтобы видео смотреть. У нас в планах есть и видео снимать, конечно, ролики будем снимать, как бы социальные ролики. Как раз об этом я рассказывал в Рио губернатору при встрече. Вроде они сказали, что поддерживать, будут поддерживать как раз данные социальные ролики, которые направлены по пропаганде, значит, и в развитии межнациональных, по гармонизации межнациональных и межкомпенсиональных отношений. Вот такие ролики будут. Вот я по содержанию хочу. Ну, хорошо, согласовали с содержанием, все, здесь информирование о статьях, части там, которые касаются терроризма и экстремизма. Хорошо, ты сам-то, вот, получается, концептуально, вы отвечаете на вопрос, на определенный, да? Ты сам-то считаешь, что в основе вот этого зла лежит им незнание этих статей, или все-таки убеждения этих людей, которые они там совершают, так сказать, творят это зло? Алья Вячеславович, категория делится людей, также студентов. Допустим, юристы, они, естественно, изучают это. Ну да, вот студент юриста, ему, в принципе, он знает ответственность. Ну да, он знает, но, тем не менее, юристов тоже бывает немало среди этих людей. Ну вот дело в том, что вот определенно, юристы знают, категория, по чем, сказал, делится там студентами, да? Вот они, многие интересуются статьями, вообще там, своим уголовным кодексом, своими правами Конституции Российской Федерации. Много студентов вообще там, ну, человек, ему неинтересно. А лишний раз взять его, почитать, поймать, вдруг он почитает и сразу осознат, что вот, слушай, если я буду призывать к терроризму, мне 205-я статья ждет, там, отрета, пяти лет лишения свободы, может, она одумается. Или же там, мир без терроризма, счастливая семья, дружба народов, да, там, увидит там картинку, если человек там какой-то злой, скажем. И подобреет. Да, а тут, может быть, и подобреет, надеемся. Ильинур, вот, да, еще уточняющий вопрос. Будет серия таких брошюр? Серия, то есть, другие какие-то аспекты будут освещаться. Ну, вот сейчас мы держим в руках, да, конкретно этот санкций, да, за эти вещи. И дополнительно... Мне бы, например, еще хотелось, ну, как это, может, печально, конечно, но вот каких-то конкретных человеческих историй с тем смыслом, что это плохо заниматься этим. Это вот в концепции мы будем, как бы, изложим в концепции. В принципе, это брошюрки просто для того, чтобы там ознакомительного характера. У меня-то впечатление, что полухолостой выстрел-то, вот, эта брошюра, ну, информируется, ну, есть статьи там. Но человек очень часто не по незнанию, он очень многие люди знают, что за это будет, но, тем не менее, идут. Это вопрос, мне кажется, убеждения. Это вопрос того, что эти люди не нашли себя, как бы, в этой жизни. Они часто по жизни шли на компромиссы с совестью, никто им не сказал, что вообще не единый компромисс с совестью. Потому что мы с тобой здороваемся и говорим друг другу «Салам алейкум». Очень часто и своим русским знакомым, и другим говорим «Салам алейкум». И эти люди тоже говорят «Салам алейкум», но они не знают значение этого слова. В общем, Азиз Алич говорит о более тонком подходе. Азиз Алич, я согласен. Я согласен. Каждое решение, каждый путь для того, чтобы там оптимизировать и консладировать ситуацию, для дружбы, любой вариант должен использоваться, чтобы люди жили вокруг дружно. Ну, это один из вариантов. Естественно, их много будет. Я сказал, вот будет ролик сниматься, концепция урока мира. Мы ездим, специально рассказываем в вузах о семье, о доброте, о том, что вы говорите, о значении «Салам алейкум». Скажем, люди понимали, что это такое. И также хочу еще добавить, вот здесь видите, сзади написано номер телефона дежурной части УФСБ России, МВД России, полиции. Дополнительно сюда будет еще включен епархия номер телефона и муфтията Кировской области. Почему? Да, а что это может быть за такая ситуация как-то представителям? Может быть, телефон доверия еще какой-нибудь психологической службы? Вот смотрите, человек, если там экстремист какой-нибудь возьмет, почитает, вводит номер телефона, многие сразу пугаются, там, обращаться к правоохранительным органам, резко. А может, он возьмет там епархию, наберет определенным с отделом, свяжется, приглашают его туда, с ним собеседование ведут, а также с муфтиятом. Вот, в принципе, с муфтиятом, а также с епархией мы уже договорились, у них есть телефон также доверия. Они готовы как раз эти мероприятия брать на себя и также участвовать в них очень активно, для того, чтобы наши молодые ребята не попадали к каким-нибудь радикальным группировкам, сектам. Это не только там определенные... Сейчас вот мы привыкли, да, там, многие говорят, если ты мусульманин, значит, ты экстремист, если ты в исламе, значит, ты террорист. Это вообще разные термины, эти термины вообще никак друг с другом невозможно их рядом ставить, потому что всегда человек может оказаться в каком окружении, из этого окружения вводят его там какие-то, может быть, негативные отношения к обществу, а наоборот, или же положительные отношения к обществу, да. Если меня окружают одни люди хорошие, значит, если у меня на душе какое-то там темное пятно, я хочу там что-то совершать, вот хорошие люди меня побуждают. Окружение их, я уже начинаю осознать, что да, плохие деяния – это плохо, это нельзя, это уголовным кодексом, и также можно будет срок какой-то получать. А если, конечно, я хороший, мне окружают одни плохие люди, они меня за собой могут таскать в тот путь, в котором они находятся. Из-за этого вот такие вот моменты, мы, каждый момент, я говорю, как Альзович правильно подчеркнул, это может быть пустой выстрел, но мы каждый момент пытаемся максимально воспользовать, для того, чтобы наши молодые ребята, молодое поколение вели себя более дружно и жили в мире согласия. Я сказал полухолостой, потому что, ну да, проинформировать тех, кто не знает, что за это будет, ну, проинформировали. То есть я в том смысле, что... Вот всё, что ты говоришь, правильно, но глубже, может быть, надо во все эти вещи. То есть, ну, например, ты говоришь о том, что, да, вот сейчас там кто проповедует, там, ислам, там, какое-то негативное отношение. Ну, я скажу, я проповедую ислам, то есть я, значит, мусульманин и верую в Аллах и так далее, и так далее. Вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, что сейчас там в прессе и вообще в последнее время активность такую проявляют именно те, кто себя называют последователями ислама. Хотя мы с тобой сегодня можем сказать, что они вообще к исламу как таковому отношению не имеют. Но мы прекрасно знаем, и об этом тоже надо говорить, что до этого, 20 лет назад, более активными последователями террора и экстремизма были христиане разного толка, там, да, то есть, если посмотришь по истории, кто террористичный, кто ирландцы, кто там, кто все там, ну, и так далее, и так друг к другу, там. Вопрос-то не в этом, а вопрос в том, что человек, который пошел, мне хочется, чтобы мы старались по ходу закрывать дороги, значит, вообще в эту сторону, вообще в эту сторону. То есть, когда человек приходит, это когда приходит, человек говорит, вот по моим канонам ты неправильно живешь. Слушай, у нас есть мусульманская притча, да, где говорится, там, есть такая притча, человек заходит, значит, это про халифа, халиф вышел ночью гулять, значит, по городу, по Багдаду, слышит там, во время поста музыка играет, значит, глянул в окно, люди там вино пьют и еще и там закусывают, так сказать, а нельзя там, да. Он, значит, стучит в дверь, ему не открывают, он залезает в окно, говорит, ах ты такой сякой, значит, грешник, там, я тебя сейчас к ответу. И ему хозяин-то отвечает, я, говорит, один раз нарушил пост, а ты три раза нарушил уже заповеди шариата. Халифам говорит, что я сделал? Он говорит, первое, в Коране написано, что заходя в дом, ты должен поздороваться с человеком, второй, ты не должен входить, пока тебя не пригласили, и третий, ты всегда должен войти в дверь. А ты в окно. А ты в окно. То есть, понимаете, да, то есть есть вещи, которые людям постоянно, нельзя человек, человек грешит определенным, каждый из нас так или иначе грешит. Давайте мы людям будем рассказывать такие вещи, что есть компромиссы, и компромиссы недопустимы. Почему люди идут в том или ином направлении злом, не достигая каких-то целей? Потому что они видят в окружении и среди людей, которые управляют их жизнью очень часто, массу компромиссов с совестью, направленных против людей. Понимаете? И они не находят какого-то, я не оправдываю сегодня никого. Но эти тоже входят в компромиссы, не читая аяты Корана, например, или, значит, ценные строки Библии, где говорится, там, не убей, где говорится, что не кради, где говорится, что Аллах говорит, что я приравниваю убийство одного человека, убийцу всего человечества, и ты будешь гореть в аду за то, что ты это сделал. Кто им это должен говорить и где они это должны услышать? Есть массу таких вопросов. Понятно, мы выстрелили, мы сказали, да, вот смотрите, вот тут вот 5 лет, 15 лет, там, 20 лет, в зависимости от тяжести попадешь. Давайте концептуально думать о том... То есть я правильно понимаю, что вот это вот приведенные статьи Уголовного кодекса для истинного мусульманина, это, ну, наказание-то духовное, все-таки, в первую очередь. В первую очередь духовное. В первую очередь грех перед силующим, конечно. И я об этом и хочу сказать, что хорошо мы им сказали, может быть, потому что очень часто люди, совершающие такие вещи, они о духовном меньше всего думают. И вообще не понимают, что такое духовное. Они о духовном-то... И это хорошо, что мы кое-кого проинформируем, скажем, что ты балбес, идиот, если ты рассчитываешь деньги получить за это, за то, что ты сделаешь там, да, то ты, может быть, в какой-то момент ты и успеешь получить, но дальше-то, что с тобой будет, а еще и с твоими родственниками, возможно. И он с этим всю жизнь будет жить с плохими деяниями своими. Понимаете? А уйдет-то он, это уже не исправить. Это даже покаяние с таким количеством, например, сделанного невозможно. Я боюсь употреблять, так сказать, некоторые слова, и поэтому так. Понимаете, да? Вот, хорошо, давайте концептуально смотреть, как сделать, чтобы наши дети, независимо от их вероисповедания, не просто не шли дорогой зла. Вот вы думаете над этим? Чтобы они не просто не шли дорогой зла. Потому что первым шагом к дороге зла является компромисс со своей совестью. Азиалич, мы сейчас живем в каком обществе? Вроде 21 век, информационные технологии каждый день развиваются. И живем в информационном потоке, постоянном. Если постоянно мы открываем ящик, телевизор... Чуть повыше микрофон. Ящик называю, да, телевизор. Если мы открываем, постоянно там видим лицо, там, кавказской национальности. Или какое-то лицо что-то сделал. Негативные потоки. Или где-то что-то... Мне вообще не нравится вот слово, там, допустим, запрещенное, говорят, исламское государство. Причем исламское государство? Вообще давайте не будем употреблять это слово. Кто их там создал от этого государства, там, да. Там различные формы есть. Почему слово «ислам»? Вот это вот постоянно у людей крутится в голове. Ну, я тоже против, чтобы называть исламское государство и говорить запрещенное. Запрещенное в России. Надо говорить «исламское государство». Подождите. «Исламское государство Леванта» и... У них полное это название. Понимаете? У них же ИГИЛ идет. «Исламское государство» там, чего там... Ну, как двух Ирака и Леванта, по-моему. Так вот называется, да? Потому что Иран тоже является исламским государством. В общем, вы говорите о том, что в этом информационном потоке вот эти ключевые слова, в том числе слово «ислам», они все больше и больше ассоцируются с негативами. Да, и это плохо. Это плохо, на самом-то деле. Смотрите, это... Это как раскручиваемая спираль. То есть, потому что, если вы это раскручиваете, то, соответственно, тем, кто проповедует ислам, ну, или последователями ислама является, возникает негативное отношение, негативное отношение побуждает к обособлению. Обособление — это путь к чему? Ну, ничего хорошего, в общем. Вот именно, что вот... И к чему я-то говорю, что вот каждый вопрос, он должен... Тонкий, на тонком волоске как раз. Каждый вопрос, национальный вопрос, конфессиональный вопрос, его надо очень четко прорабатывать, разрабатывать, а потом уже преподнести. Ну, да, надо аккуратно со словами. То есть, слово «ислам» и «запрещенное» все время рядом, это вызывает определенную ассоциацию. Нам пора прерваться на небольшую рекламу, скоро продолжим. Союз неружимый. Продолжается наша программа. Азиз Агаев. И Владимир Сметалин. Да, и наш гость Ильин Русейнов, президент благотворительного фонда «Азербайджан», руководитель рабочей группы по межнациональному и межконфессиональному сотрудничеству в общественной палате Кировской области. И сегодня тема у нас антитеррористическая пропаганда в Кирове. Уроки мира для школьников, которые фонд «Азербайджан» ежегодно проводит в школах и с вузами. Да? Ну, давайте про уроки мира еще поподробнее. Да, концепция сейчас готовится. Вот они... Уроки, они станут частью концепции? Или как это? Да, вот мы сейчас переговоры уже, как я рассказал, в первой части ведем. В принципе, эту концепцию сейчас будем вкладывать уже детям от 4 до 7 классов. То есть до этого и работали со студентами? Да, со студентами. Сейчас уже у нас и общее образовательное учреждение будет охвачено. Концепция будет разработана. Мы его будем обсуждать. Также пригласим в Министерство образования. С ними будем диалог вести, как эту концепцию в урок закладывать. Такой опыт уже есть где-то в других регионах? Ну, вот такой опыт, в принципе, в других регионах нет. В национальных республиках? В национальных республиках есть, но не так. Ну, да, называй, у нас в Азербайджане, ну, в смысле, есть такой опыт. Нет, ну, Азербайджан совсем другая республика. Да, но, тем не менее, то есть это многолетняя история. Ну, естественно, в современном российском образовании, в принципе, там ведутся общества знаний в рамках определенного урока, но там не все изложено, что может получать ребенок. То, что мы сейчас обсуждали, вопрос различного характера информационного потока, как люди сами себя там пропагандируют, да, там, как психологически их подсознание возбуждается, там, постоянными новостями. Иногда дурацкими новостями. Вот, особенно последние новости про женское образование, которые там часами, так сказать, крутят. Ну, для чего это вот надо вообще? С чем это связано? Это вот мы сейчас с одного на другое прыгаем, как Айзерич сказал правильно, что с чем это вообще связано? С исламом это не связано никак. В исламе есть как бы обрезание. Обрезание... В исламе есть... В иудаизме и в исламе есть обрезание мустою, да? То, что это один из... Это не один из канонов ислама. Это добровольно тоже. Ну, там говорит, в хадисах говорят, что да, можно сделать обрезание. Другие пророки делали этого, да, скажем так. Есть вещи обязательные по канонам, есть вещи желательные. Добровольно, желательно, да. Ну, ладно, я предлагаю так особенно не зацикливаться. А также есть, допустим, в христианстве крешение. Тоже есть там, кто-то может крещён, кто-то не крещён. Добровольно. Никто вы там не заставляете, не пренеждает, давайте всех подряд будем крещать, да? Здесь никаких прав нарушений человека нет, и ребёнка нет. А вот эти моменты, которые, они постоянно муссируются, открываются... И связывается это там с исламом. Опять же, с исламом. Хорошо, ну, это всё-таки вот уроки мира, да, вот это всё, что мы говорим, эти вещи концептуально должны учитываться вот в концепции, с которым вы пойдёте. Потому что, если мы сегодня зададим вопрос, ну, я так думаю, вы можете соглашаться или нет, кто такой мусульманин, не мусульманину, они скажут, не ест свинину, значит, запрещено пить вино, значит, и, значит, когда молятся, всё время падают на колени, значит, да, и совершают, значит, обряд для... режут баранов, значит, во время Курбан-Байрома. Я думаю, что многие школьники и этого не знают. И этого не знают, да. Не, а взялись... Надо провести, кстати, такую исследование, потому что это почти стереотипно. С этих вопросов я, кстати, Эльнурую предлагаю начать. Нет, мы это уже... Что вы знаете? Мы это уже проводим, конечно, многие не знают. Вот ввели обязательно учебный год, вот в 2014 году ввели, да, там «Основы религии». А, программа там, да, «Основы религии». Вот лично мой ребёнок учится в школе. Сколько лет? Ему уже 13 лет. В принципе, он там мне приходит, и мама говорит, что вот надо выбирать, что, какое получать, так я говорю, конечно, ислам. Она приходит, заявление пишет, директор её вызывает к себе, и говорит, что, а знаете, что у нас... Не можем. Мы не можем. Нет преподавателя. Нет преподавателя, нет возможности. Выбирайте, выбирайте. Значит, прочерк ставьте, да. Да, выбирайте, или прочерк ставьте, ничего не будете изучать, или же христианство. Вот такие моменты. Вроде ввели, хорошо. А что учить-то? Кто будет учить? Специалистов-то нет. Как раз вот сейчас в опорном ВУЗе есть такой специалист, специалист, как бы открывали, открыли там, значит, благодаря как раз Ирине Юрьевне Тружкову там есть, значит, факультет антропологии, этнологии. В рамках этого, значит, как раз эти специалисты готовятся. У нас вот через два года мы хороших специалистов получим в Кировской области. Но только ещё через два года. Ну, а специалисты, вопрос специализации, это, конечно, тоже момент совсем тонкий, потому что здесь мы должны каждое слово, как правильно здесь Азиаличи, сказал, что надо его как связывать друг с другом. Как драгоценный камень нанизывать на ниточку один за другим. Чтобы никаких не было друг против друга какие-нибудь там противоположный вес, потому что любое время это может порваться. Также национальный вопрос, также конфессиональный вопрос. Чем мы больше говорим там о национальном вопросе, значит, есть в этом проблема. Если мы его с рук спускаем, получается, эта проблема где-то возникнет. И мы пытаемся как раз различными методами привлекать студентов, привлекать там членов диаспор, руководителей диаспор, чтобы они тоже вели конкретную работу со своими там диаспорами. Что если человек переехал, мы живем в Российской Федерации, да, многонациональная страна. Есть здесь и мусульманы, есть христиане, есть буддисты, ну, Иудеи. Есть и... Кричнаи. Кого только нет. Неверящие люди. К каждому надо относиться с уважением. Кто конкретно пойдет рассказывать об этих вещах к детишкам? Нет, мы эту концепцию будем разрабатывать, будем, значит, после разработки, после согласов... Будем согласовывать со всеми дистанциями, а потом уже Министерство образования будем передавать, они уже будут... Свои предложения, да? Да, они уже будут как-то разговаривать, какие-то диалогы вести с вузами, со школами, чтобы их включили как бы определенные часы в уроках, чтобы дети наши могли изучать вот данный концепт. Там кратко обо всем будет изложено, там об исламе, о христианстве, о иудеизме. Четыре конфессии, которые официально зарегистрированы на территории Российской Федерации. Знакомство с этими вещами, оно планируется все-таки добровольно или как-то так? Ну, как бы если в рамках как раз общества знаний, можно будет там это уже изучать, рассказать. И с диаспорой мы переговоры вели, они тоже различные там конфессии, готовы идти тоже рассказать. Главное, эту площадку надо организовывать. А хотя эта площадка не организована. Вот сейчас вон Дом Дружбы Народов есть, мы вот в рамках этого проекта Дома Дружбы Народов практически хотим каждые там выходные, определенный день, день открытых дверей, встречу организовывают со всеми, кто желает, придет туда, можно будет изучать определенные культуры народов различных каждые выходные, можно изучать скажем, какие-то религиозные характеры, скажем, пропаганду, или же знакомиться вообще просто друг с другом, с кухней, какая национальность, чем дышит, как живут, какая у них традиция, как они ведут себя вообще в обществе, как они интегрируются в обществе. Ну вообще вот в школе это все-таки в школе и в вузах, вот понятно Дом Дружбы Народов, там я, честно говоря, вот ты рассказываешь, я сижу, размышляю, вещь довольно сложная, очень нельзя, я вот сейчас думаю, что преподавание и рассказ о религиозных культурах должен идти с неким критическим осмыслением, вот как нам рассказывали философию в свое время, например. Не рановато это в школе именно делать. А я имею ввиду, что с критическим каким осмыслением, не просто говорить, а не говорить как религиозный деятель, не должен проповедник приходить от христианства, или не должен приходить проповедник от ислама и рассказывать. человек над этим, да, над всем этим стоять. Да, вот почему я говорю, что человек должен приходить, когда нам рассказывали, еще раз говорю, например, о философии греческой, римской, английской, и так далее, и так далее, и так далее, при этом был некий взгляд и говорил, вот это их всех объединяет, вот это ниточкой проходит от античной философии до сегодняшней, например, философии, и так далее. А дальше, дальше уже человек двигается сам. У каждого свой путь к Богу. Понимаете? Нет разных религий, нет разных людей. Все люди одинаковые. И здесь пропаганда не идет, чтобы там, давайте, мы будем, мы призываем вас к исламу или христианству или юдизму. Нет. И здесь общая концепция рассказывается. Мы провели как раз в Южическом колледже у Игоря Михайловича такую пилотную проект, как раз сами провели, там муж сидел в Яцке, он рассказывал о христианстве. Отец Лебедев Андрей сидел там из епархии, он рассказывал об исламе. И студенты полный зал был и таким удивлением слушали. Вот об этом мы говорим, что это очень хорошее. Это же объединяет. К сожалению, нам пора заканчивать. Да, я просто хочу сказать, что так и должно происходить. Вот это самый лучший вариант, когда священник от христианства должен говорить об исламе, а священник от ислама должен говорить о христианстве. Завершается наша передача. Это напомню программу «Союз нерушимый». Мы прощаемся с вами на две недели до пятницы. До свидания. Спасибо. Всем хороших, родных. Ильяна Гусейна, спасибо. Союз нерушимый